а потом подумаем что зачем дальше как раз мы закончим книгу и так основная книга по которой мы это изучаем называется быть в радости быть в радости и это она написана по системе раби нахмана раби нахмана из бреслова который похоронен в умане как раз можно поехать в умань на рошашон или просто на его мадил очень хорошо поехать помолиться там он обещал что те кто на рошашна приедут к нему в умань да на могилу то он даже из-за договорить я вытащу его такого человека то есть он дал такое обещание поэтому очень много людей приезжают и надеяться на реализацию обещания ну и принципе это очень важный духовный экспириенс такой духовно бы то есть многие спрашивают а зачем ездить на могилы праведников зачем им чем ездить на котель к стене плача да здесь объяснение очень простое в обычной жизни человек он находится в автоматизме своих привычек и своих реакций то есть мы реактивные существа и мы очень вписываемся в ту среду в одежду в отношении то есть все это влияет на нас и создает в моменте тот то что называется в дистальтерапии self да то есть та та грань личности которая которая максимально подходит к тому моменту в котором в котором человек находится это происходит автоматически подстройка под тот момент в котором человек находится так человек устроен теперь когда человек приезжает на могилу праведника до раби нахмана или любопеческого рыбы леровец как зильбер или на котель да там не стал храм в этот момент внешняя обстановка люди которые там находятся на него оказывает очень мощное сильное влияние и у него пробуждается та часть его личности которая является самой святой его частью и вот он в этот момент когда пробудилась самая святая его часть его личности это все так на него влияет он входит в состояние такого духовного духовного просветления да именно просветление такая такое слово то есть у него спадает пелена всех его ложных ложных каких-то мыслей схем сериалов которые он погружен в обычной жизни у него прямо он пробуждается от вот этого всего кошмара в котором он живет да я помню это слова кошмара она была из любимых слов одного очень такого богатого человека который консультировал и у него ну просто вообще вот со стороны люди думали что живет в раю а он все время пытался найти кого-то кто поможет ему справиться со всем этим кошмаром он так это и значит так это он и формулировал да и вообще в харькове слова кошмара было такого популярно а вот этот самый был такой тернес до депа так он кошмарить любил это слово всех за кошмарю я пришел всех кошмарить и вот этих вот деп то их половина в окружении да они с телевизоров звучат они в пишут статьи почему-то вот эти вот все люди которые любят кошмарить и обычный чайка он куда он вообще куда ему до пришел нам послушал урок тары ицхака вроде весело стало да а дальше то что делать вот мы изучаем что делать дальше я советую именно изучить здесь конкретные инструменты эта книга очень конкретная мы уже выучили 7 инструментов 7 инструмента вот сегодня будет 7 значит увеличение радости в жизни радость это это такой вот быстрый подъем позитива это радость называется значит первое что предлагает я повторяю сейчас что радость это работа решения все должно быть запрограммированное решение увеличивает радость то есть это должно стать одно из главных твоих ценностей убеждений направлении желание что ты кто а я увеличиваю радость вот это моё качество такое да я хочу чтобы мне было более радостные людям вокруг было более радостно все когда человек к этой мысли привык то есть у него есть это намерение до многие люди вот они не понимают зачем нам радость ну хотите там жить в кошмаре живите но нормальный логичный человек у которого есть логика до интеллектуально развитой он понимает что приятнее жить в радости чем жить в каком-то там в гневе в огорчении в депрессии в скуке там в рыданиях да поэтому первое это не просто принять разовое решение а вот именно первый инструмент это такая работа каждый раз когда ты вспоминаешь себя вообще кто я ты в этот момент можешь сказать я как раз хочу сейчас на одну ступенечку пока я глобально отвечу на этот вопрос я хочу сейчас просто я че который любит радоваться и чуть-чуть поднять свою радость на ступенечку это первый инструмент который нам все это автор этой книги второй инструмент он говорит что человек же он реагирующий поэтому найди какую-то шутку не знаешь не можешь вспомнить прочитай не можешь прочитай запиши себе посмотри там в том же ютюбе еще что-то да значит посмотри подними себе настроение то есть постарайся поднять ты можешь смотреть кошмарные новости и 100 раз посмотри просматривать как кого-то убили и понятно что от этого радости не добавится да то есть ты будешь внутри то становится человеку страшно его рептилия просто сжимается от страха когда видит смерть а вот внутренняя рептилия это рептильный мозг инстинктивный а когда человек смотрит на радостных людей он с кем поведешься от того и наберешься значит второй инструмент это шутки при болте его назвал да для сокращения чтобы запоминать третий инструмент третий инструмент называется как будто бы ты рад то есть когда ты вспомнил что надо быть радостным значит улыбнись значит войди в образ как по станиславскому до чтобы ты выглядел радостно говорил радостно улыбался радостно все и через внешняя придет внутренняя это третий инструмент четвертый инструмент музыка музыка это прямой путь к радости то есть ты берешь включаешь какую-то песню радостную да не знаю получится сейчас не одновременно и эфир вести и песню слушать что-то не получается пока но значит компьютер перекрывает вот эту вот возможность почему-то мне да ну ладно не получается и не получается но вы уже поняли да вы уже поняли как это работает то есть по большому счету можно включить какую-то радостную песню и и она это четвертый инструмент пятый инструмент пятый инструмент называется капсула радости вот например там вы куда-то поехали у вас был был у вас какой-то радостные события в жизни вы его сфотографировали зафиксировали записали и потом вы сидите думаете так надо стать радость не просмотрю-ка я радостное это событие посмотрел радостное другое называется капсула радости вы оттуда как витаминчики такие берете себе радость значит 6 радоваться своему уделу то есть должен быть список на делу уделу значит список того что у вас есть и вы на этом фокусируетесь и радуетесь не смотрите на то чего у вас нету зачем у вас много чего есть у меня есть такая классная штучка это такой как тренажер массировать массировать вот кисть до классная штучка такая на одну из такая интересная в общем составчик да у меня ручечка из красиво беленькая то есть маму каждого человека много через книжка классно урок торы да вообще слава богу сейчас знаете сколько на уроке людей вот 70 60 130 и 30 160 человек да и люди подходят то есть среднем 200 250 человек слушают каждый урок в прямом эфире это счастье варухашев слава богу сколько мы даем счастья людям это значит 6 у нас был инструмент мы вчера выучили и сегодня седьмой инструмент 7 инструмент он я назвал его искра радости чтобы запомнить а автор сам книги он назвал его радость от точек добра внутри меня моих до дословно перевести радость от точек добра мы и он вспоминает как первый раз столкнулся с этой идеей когда еще был подростком и его отец ему сказал что увидел что он все время там в таком депрессивном состоянии и отец ему сказал говорит смотри ты ждешь все время каких-то от жизни великих свершений но как подростки что и когда у тебя нету каких-то больших вещей то ты расстраиваешься он говорит нет надо радоваться значит вещам маленьким да не обязательно радоваться каким-то большим и ждать только больших то есть нужно радоваться маленьким который всегда у тебя есть какие-то успехи маленькие что-то хорошее вот эти вот точечки да и когда ты вот эти вот маленькие точечки добра и хорошего находишь в себе в своей жизни и ты как искру как костер раздуваешь то у тебя у тебя значит появляется внутри вот то состояние в котором ты быстрее придешь каким-то может быть большим успехом но в принципе это чек интересует состояние здесь и сейчас это важнее будут большие успехи не будут дачек бывает он стремился стремился знаете есть известная такая книга 12 ульев золотой теленок и там есть такой вот одна из сюжетных линий как аста бендер он влюбился в эту девушку зоя синицкой и звали да и он не влюбился вот момент он и признается в любви она его любит все и тут она говорит про он гнался за этим корейка хотел у него забрать деньги это у него была мечта миллион еще до зоя синицкой а потом значит и он вот в этом вот в таком вы знаете сомнение тогда да как вот тут и любовь там эта девушка все а там у него его мечта и он решил что все не будет ему девушка не нужно он даже не пошел ее проводить и он помчался за своей мечтой очень он мчался за своей мечтой нашел догнал потом он даже хотел этот чемодан с миллионом отдать потому что в итоге он ему не принес счастье так вот значит советует нам автор этой книги от имени своего учителя раби нахмана что вот это вот радость от небольших вот этих вот островков добра да ну то в это добро это хорошо да на переводится свирита что мы находим в каждой вещи значит может изменить нашу жизнь легавре полностью то есть это казалось бы простой подход фокусировки на маленьких вот этих вот точечках да он называет точки но в моем как бы восприятие это все-таки искры такие искры которые надо туда кислорода дать и раздуть их а как что является кислородом для этих искр внимание то есть внимание это такое такое удивительные удивительные человеческие такой инструмент свойства которое увеличивает все на что ты обращаешь внимание если человек обращает внимание на порядок своей комнате то у него будет порядок если он обращает внимание на свое здоровье у него будет здоровье если он обращает внимание на свои проблемы у него будут вообще по огромные проблемы если он обращает внимание на то что ему нравится на и так далее то у него будет увеличиваться то что ему нравится это вот этот принцип о котором он говорит теперь значит дальше он приводит от своего учителя от рабина ахмана это написано около 300 лет назад обратите внимание в 1700 каком-то году он жил и здесь он уже дает этому всему такое духовное объяснение то есть как бы есть духовные законы которые являются основой всего потом эти духовные законы они они как каскадом да то есть проекция этих духовных законов материальный мир потом психологи которые наблюдают за тем как работает психика отношения и так далее они могут какие-то эти духовные законы осознать понять как энштейн осознал и понял закон закон теории относительности например да но вот здесь мы идем прямо напрямую как как звучит тот духовный закон который в нашем материальном мире дает нам уже на простом уровне задание фокусировать внимание на вот этих искрах добра в себе и в окружающем мире и их увеличивать своих вниманиям говорит значит рабина хван так и придет придет человек к радости через то что он находит в себе какую-то хорошую точечку да как минимум как написано в таилим псалмах царя давида который был значит псалмах он выражал как бы очень высокую привязанность ко всевышнему и вот в его псалмах это было вербальное выражение вот этих духовных законов он говорит азамра буду петь я всесильному был див внутри меня буду петь а всесильному внутри меня и это вот радость внутри себя радость разума он это называет рабин ахман что это великая вещь он говорит то есть что он привязывает радость к своему мозгу и к своему восприятию и тогда его мозг освобождается есть у него и шувдат это спокойствие его восприятия мира и шувдат и тогда значит он делается через вот это состояние у него есть соединение большое с со всевышним вот так это с точки зрения торы выглядит значит а теперь давайте перейдем к практике как найти вот сидит например там наталья эрлих да наталья эрлих и думает ну а что мне все хорошего найти какая молодец пришла на урок торы молодец значит учусь молодец я развиваюсь молодец я был у меня такие вообще стремления чека можно определить по его стремлениям если человек стремится соединиться со всевышним это в это великий человек то есть если у меня уже есть желание то это уже и вот когда ты фокусируешься на вот этих вот в себе хороших вещах на направлении своего движения на что смотреть человека вышел из города он может смотреть сколько ему осталось идти ему тяжело может смотреть сколько я уже прошел ему легче может смотреть на свои намерения и тогда он он класс я хочу я делаю может смотреть на результаты но у меня пока не получается то есть все зависит от того на чем ты фокусируешься теперь если фокусироваться на вот этих точках добра и хороших и их раздувать то они тогда заполняют ум ум становится мишухрар он освобождается от чего он освобождается человек он все время находится в каких-то мыслительных схемах да вот ты посмотришь человек сидит например а он не просто сидит он что-то думает и у него все время в голове крутятся какие-то мысли и эти мысли это чисто вот как сказать автоматизм такой если человек находится в негативных таких вот автоматизмах тогда он разрушает свое мышление восприятие и все теперь если он позитивных наоборот значит ну вот в принципе дальше нам дает задание к нам дает задание поищите он нам говорить никуда то вот поищите эти точки добра в себе и маленькие вещи что у вас получается да уже получается значит вещи которые вы делаете может быть эти вещи другие например они ценят и так далее но вы считаете это важным хорошим для себя это важно качество хорошие которые есть вас значит те качества которые можно ценить вас да то есть у каждого свой вот дамир партнер он все время желает каждому дополнительно миллионы долларов и давать так у то есть так а это перевод денег в духовное пространство это духовная валюта которая дает удачу успех и вечную жизнь очень он дает хороший совет то есть когда у тебя здесь есть деньги которые ты честно заработал которые ты заплатил налоги которые ты значит поделился десятую часть выделил людям которые нуждаются и особенно тем которые изучают тору вообще это идеальная жизнь ты знаешь что ты и туда привел хорошие деньги с собой как был один миллиардер который в конце жизни решил раздать все что заработал религиозный и он говорит я зачем здесь зарабатывал в этом мире я очень боялся быть бедным они он был из семьи беженцев и в детстве они очень претерпели огромные лишения это были ливийские евреи которые вначале они бежали из ливии в ливан в ливане началась война они бежали из ливана в италию потом он переехал в бразилию и он работал говорить я работал вообще просто не покладая рук до 30 лет у меня вообще не было там часа свободного на развлечения я работал потом он стал богатым женился на девушке тоже из очень богатой семьи из швейцарии религиозная тоже еврейская семья и стал один из самых больших таких миллиардеров меценатов он был самый богатый человек в бразилии или горн его звали и вот или горн когда можно было там под 80 лет он решил раздать все свои деньги на благотворительность и когда вас просили зачем он говорит смотрите я здесь всегда боялся быть бедным я хотел обеспечить себе жизнь сейчас я ухожу из этого мира говорит я боюсь там быть бедным я хочу с собой взять аку что могу из этого мира взять только добрые дела только благотворительность и только моя связь со всевышним изучение туры хорошо значит все вот это вот мы сегодня очень хороший седьмой инструмент фокусируйтесь на на искрах добра и значит эти искры добра раздувайте все раздувайте а те кто фокусируется на искрах зла то что мы их будем наоборот гасить гасить искры зла мы будем гасить и переключаться как сказал царь давид отдались от зла и делай добро все теперь вторая книга вот здесь советы такие коротенькие американского раввина и очень чувствуется вот это вот ученики раби нахмана они обычно приходят становятся хасидами бресловскими это ну вот очень такое наблюдение есть именно в тяжелые моменты то есть это люди которые прошли то что на верите называется машбер это кризисы такие прям все и учение раби нахмана она выводит человека из этих кризисов она так как сам раби нахман очень много страдал то он именно на преодоление этого страдания создал свое учение это хасидизм бреслов да а вот эта книга она она американский такой раввин литовское направление рава вранс и шварц то есть это люди которые уже там сто лет назад переехали в америку в среднем до из когда были из россии еще 900 900 и годы 910 вот они приехали в америку все в америке развивалась во все и вот они значит построили себе очень успешные жизни семьи всевышний благословил они значит не не пережили катастрофу то есть они в америке очень те кто были религиозные евреи они очень очень хорошо себя уверенно чувствовали они много зарабатывали и у него совсем другой подход у него не было никаких таких вот кризисов мажберов там страданий он говорит совсем с другой точки зрения вот например сегодняшний отрывочек такой на которой я обратил внимание называется компаньон такое чисто американское слово компаньон он задает вопрос такой насколько мы хотим стать компаньонами творца у него вообще другой подхода насколько мы хотим стать партнерами бога ведь это самое важное на свете дело говорит он то есть смотрите для человека у которого все есть он ищет чтобы было больше для человека который находится в яме он ищет как вылезти из ямы вот он как раз говорит не о тех не о тех кто в яме а про тех у кого все хорошо теперь а что дальше хорошо что может быть еще выше в этом мире значит стать партнером у бога что касается бога говорит он творца то он готов сделать вас компаньоном в своем деле в любую секунду то есть любую секунду можно стать партнером с богом присоединяйся ко мне говорит творец я буду счастлив дать тебе все чего бы ты не просил достойны ли мы этого спрашивает о конечно достойны конечно же мы достойны стать партнерами у бога ведь мы все созданы по образу и подобию творца как написано в книге берешит в начале бы цели мы на кибора это адам что бог создал человека по по образу бога да но это не физически а по качествам то есть бог создал как как чертеж можно сказать да как создал заготовку то есть по образу бога это чек похож на бога как свобода выбора творчество и создание того мира когда бог сказал на сайт а дам сделаем человека кица вмену кид мутену по образу нашему когда он сказал сделаем он что имел ввиду сделаем человека вместе с человеком то есть я даю человеку жизнь душу заготовку возможности и мы вместе к так как мироздание все равно это всевышнего все законы мироздания это есть всесильный то получается что бокс дает как бы всю систему а у человека есть свобода выбора дальше создавать так он говорит конечно бог в любой момент он изначально так задумывал что он значит в любой момент принимает человека быть с быть партнером собой а вот насколько мы готовы войти в его дело в дело бога это зависит только от нас мы можем быть мы можем быть и тут идет выбор только помощниками или же настоящими партнерами мы можем брать на себя больше ответственность или же меньше ответственность вот тут как раз у человека есть выбор можно вообще забыть про бога сказать вообще тебя нет все что я пол это такая неблагодарная позиция значит рождается дышит ходит у него все развивается все системы работают и он такой но кто тут этот бог вообще этот мир он возник сам по себе не все зачем чек-то говорить только от неблагодарности теперь как только такой неблагодарный человек заболевает или что-то происходит выходит из-под его контроля он тут же бежит и кричит поводи поводи что-то мне не везет где-то здесь есть кто-то посильнее меня то есть чем пробуждается только когда ему становится плохо а когда хорошо он такой на понтаке все где этот бог вообще пока как фараон когда машина бену пришел к фараону фараон говорит кто этот бог вообще кто это такой я фараон я бог здесь это вот позиция людей которые которые называют себя этими самыми не религиозными светскими и почему-то они считают что их вера она лучше чем вера в бога хотя все атеисты это фанатично верующие причем очень глупые люди потому что то во что они верят они ни разу не проверяли то есть большинство тех кто называет себя атеистами ни одной книжки даже теорию дарвина эту не читали и не изучали а просто типа по школьной программе но обезьяны но дарвин же сказал что мы развиты обезьяны он вообще так не говорил не доказательств он все сказал эта теория говорит я вообще не понимаю как человек возник но есть у меня теория сказал дарвин хорошо значит выбор человека он хочет с богом быть помощником бога или партнером чего нужно начать как стать партнером с богом во первых мы должны научиться думать о мире вокруг об окружающих нас людях то есть бог же он всему миру дает значит который хочет быть партнером для бога он тоже включается в эту работу заботы о окружающем мире и окружающих людях в этом и есть партнерство нам нужно заботиться о них стараться чтобы им было хорошо чтобы они были счастливы вот у для большинства людей сбой типа как этот мир для меня это этот мир для меня и все должны обо мне заботиться я должен быть счастливым а значит и максимально неблагодарным потому что если я скажу благодарность это как будто бы я еще что-то дал взамен это самая ну самая гнилая позиция хотя бы благодарность ты возвращаешь людям которые тебе помогают и всевышнему но нам предлагают стать партнерами с богом наоборот идти вперед да то есть заботиться помогает давать стать теми кто помните вчера был вот этот момент интересный что все мы хотим что пришел незнакомец и нам прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино вот мы все воспитывались на этой песне что прилетит друг вдруг он прилетит волшебник на голубом вертолете и бесплатно покажет кино с днем рождения поздравит и наверное оставит мне в подарок 500 из киму вот это вот как бы нас учили позиция в жизни до позиция в жизни но эта позиция не работает то есть он предлагает нам другую позицию что я пойду кого-то поздравлю с днем рождения куплю ему из киму а значит и так далее значит нужно заботиться это первое быть партнером с богом это занять позицию заботы о мире о людях во вторых мы должны не только думать но и что-то делать что же делать мы можем кому-то помогать за кого-то молиться это самое первое чего нужно начать в молитву просить за других людей за тех кто страдает за то чтобы был мир наконец наступил чтобы просить за там у каждого из нас есть близкие которые не дай бог болеют вот у меня есть например двородная сестра моя мама она болеет марина марина дочка вали чтобы было и рефла шлама полное выздоровление чтобы было чтобы прекратились там у нее более очень сильные и так далее то есть чтобы вернулись все пленники домой когда ты в позиции своей ведь молитва это просто выражение твоей позиции по отношению к мира если ты начинаешь с этого что ты в своей молитве помолишься чтобы в украине закончилась война чтобы в израиле закончилась война что в принципе закончились войны чтобы все те люди которые начинают войны передумали наоборот они начали делать добро то есть это же представляете сколько денег уходит на то чтобы убивать других людей если бы все эти деньги они тратились на улучшение жизни людей мы жили бы все в раю все жили бы в раю если бы все эти деньги которые тратятся на войну и на вооружение тратились бы на здравоохранение если бы все эти деньги которые тратились на лакшери бренды тратились бы на то чтобы давать людям хорошее учить их профессии, давать работу. Было бы невероятно, мы жили бы давно в раю. Но давайте начнем хотя бы с того, чтобы молиться за других. Кому-то советовать, сочувствовать. Главное не оставаться равнодушными. А какую же награду мы можем получить, спрашивает он. Мы можем достичь величия, того величия, к которому мы по-настоящему стремимся. Станьте компаньоном Творца, заботитесь о мире. Самая высшая позиция в этом мире, это быть партнером у Бога. Как быть партнером у Бога, заботиться о окружающем мире. Все, прекрасная книга. Все, всем удачи и успехов. Значит, запишите свои выводы, пожалуйста. Запишите свои выводы, что вы для себя поняли, свои инсайты. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Поделитесь этим уроком с тем, кому это важно услышать по вашему мнению. Помолитесь за этого человека вначале. Пожелайте ему добра и пошлите этот урок. Все, мы вас ждем в онлайн школе «Жизнь по Торе». Вы можете внизу посмотреть ссылочка, зарегистрироваться. И мы вас подключим к замечательным ботам, телеграм-ботам, которые помогают. Сейчас у нас есть новый бот, мы запускаем. Благодаря, кстати, Елене Волошиной ее звали. Она пожертвовала сумму денег. И мы сделали бот такой, телеграм-бот «10 шагов к счастью». И будут пользоваться все участники онлайн школы «Жизнь по Торе». И у нее есть огромная услуга. Я думаю, что миллионы людей этим ботом воспользуются. И станут счастливыми. Значит, вот так вот это происходит. Все, удачи, успехов, хорошего дня. Сосредотачиваемся на хороших точечках, искрах. И раздуваем, чтобы внутри было хорошо. И через это добро соединяемся со Всевышним. И помогаем другим людям. Все, до завтра. И сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok